а вот два штуки все понял хорошо я вам тогда скажу когда закончу добрый день коллеги начинаем последнюю лекцию последним конечно это очень хорошо то но лекция очень важная очень важная лекция конечно и многие уже прошли но то 6 будем сегодня говорит и закончим с вами неотложное состояние вот ингалори это очень важно потому что когда его заканчивать с вами лекцию то опять же помните как когда стынос мы кончали карта никто говорили что во время нужно первое поставить диагноз а второе вовремя пролечить и тогда вы спасете жизнь то же самое вот смотрите вот которые требуют среди оказания тлужи помощь от 1 мы с вами сказали остеоноза гортани обсессия глотки говорили говорили но когда говорили об остеях глотки то с вами говорили что есть у гортани такой надгортанник гортани его воспаление называется эпиглятит и вот к сожалению при его воспаление он закрывает вход гортани вызывает вот те же стенозы гортани те же абсцессы глотки но так называемые не заглоточные а боково-глоточные могут тоже опуститься в вход гортани и закрыть ее и вызвать стеноз и фактически что асфиксию так поэтому мы с вами и даже не значит ли не отложен станет эти мы поговорили так смотрите поговорили с вами на лекции о внутричерепных этогенных осложнениях так поговорили теперь поговорим давайте о травмах носа носовых кровотечений и народных телах это очень интересно потому что мы с вами будем говорить об инородных телах особенно гортани и там тем более нужно оказать помощь тем более экстренное мы сейчас скажем и и не не отложен и сейчас своими решениях экстренное что такое экстренное что такой неотложной да давайте перед травмами носа она пазу решим что такое экстренное все экстренное вы по делаете Это нужно сейчас помочь. Иногда несколько секунд, иногда несколько с вами минут. Вот мы с вами говорили, например, о молниеносной. Несколько секунд возникает. И если же мы с вами не поможем при стенозе гортани, мы с вами говорили, четвёртая стадия асфиксии в течение пяти минут. А почему у нас есть пять минут? Они очень быстро проходят. Пока вы посмотрели эти признаки, подумали, что такое, потом покричали сестре, дай мне скальпель, или же давай будем вводить лекарственные препараты. А оказывается, в четвёртой стадии уже не надо никакие препараты. У нас всего лишь пять минут. Вот, потому что кора головного мозга без доступа кислорода у нормального человека живёт пять минут. Если имеется патология сердца или лёгких, три минуты. И наступает гибель клеток и декортикация. Помните, народ говорит, овощ. Это народ говорит, а мы с вами говорим. Это клиническая смерть. И если мы по течение пяти минут не поможем, наступает биологическая. Очень интересно было разговаривать с больными. Если мы смотрим сейчас фильмы, где написано и показано, что когда вывели его с клинической смерти, да, он видел бы, он, будучи в клинической смерти, видел какой-то туннель и свет в конце туннеля. Мы же, проведя трахеостомию, а в четвёртой стадии это коникотомия, ну а потом, которая заканчивается нормально, всё равно трахеостомией, дав доступ к кислороду, он вышел с клинической смерти, вышел и говорит, ни черта я не видел. Он улыбнулся, увидел людей, увидел нас. И зарадовался, что начал дышать, потому что последние несколько минут в третьей стадии ему было плохо совершенно. У кислорода не хватало, не хватало. Он был беспокоен, метался. Это третья стадия, метался. Если во второй он беспокойный, бегает там потихонечку. Да он не понимает, не хватает ему кислорода. Да, а тут он занимает вынужденное положение, мечется. Вот отличие третьей от второй. И кожные покровы вначале ещё бледные, покрытые липким потом. А то говорят, в третьей стадии цианоз. Нет. Вот когда переходит третья в четвёртую, начинается цианоз, и в четвёртую стадию свиси кожные покровы чёрные. И то больной был возбуждён, а тут он уже апатичен, вял. А то все приводят. Он уписывается, он и это самое, укакивается. Это не главное. Главное – это его, то, что у него с четвёртой стадии, когда он вял, а динамичный, чёрный, и он практически не дышит. Может, ещё остатки, чем стопсового дыхания. И раньше писали, что голосовой щели нет просвета. Сейчас стали писать один миллиметр. В четвёртой стадии. Почему? На праве сайда голосовая складка одна. И вот туда проходит один миллиметр. И если в течение пяти минут вы не окажете помощь больному, он помрёт. О! То есть у него клиническая перейдёт в биологическую. Всё. Будьте здоровы. И теперь мы с вами чётко определяем, что же такое экстренное, мы только что сказали, которое нужно сразу оказать помощь. В течение, пусть будет несколько минут с вами, либо если молниеносный стеноз острый, то у нас секунды до минуты, несколько минут может быть даже ещё. А если у нас четвёртая стадия, мы сказали, всего лишь 3-5 минут есть время, в которое вы должны помочь больному. Обязательно. И спасти ему жизнь. Это такое неотложное. Это те же почти экстренности, что нужно сделать его, прооперировать, всё сделать. Но! На несколько часов можно отложить эту операцию. Почему? Это не асфиксия, когда мы экстренно, там нет неотложного состояния. Например, в третьей стадии мы можем, или во второй, ещё лучше, во второй, в третьей надо уже делать трахеотомию. Обязательно. Либо начинать медикаментозную терапию, либо трахеотомию. И поэтому неотложное это когда анастиолог говорит, его надо сегодня оперировать. У него абсцесс, у него это. Но! Мы не выведем его с наркоза. Ему показана общая бейсбольная дача наркоза. У него рис в пятой степени. Вот вы в течение нескольких часов провели ему терапию и прооперировали. И он живой вышел из наркоза. А так спокойненько прооперировал. Доктор, твое сделал. В абсцесс скрыл, всё сделал. Анастеза говорит, а он умер только что. Я не смог его вывести. Я вам это говорил. Вот и всё. И ваша улыбка, и всё ушло. Вы поняли, поняли, что вы не прислушались к словам. И вы настояли делать. И если вы один это подпишите, и родственники об этом узнают, это будет судебное дело. Обязательно подписывают три человека. Запомните это. Подкладывайте себе соломку. Вечером, когда вы дежурите, есть дежурный врач, есть вы, ещё найдёте какого-нибудь второго дежурного, третьего дежурного, либо ночмеда, который в это время ещё сидит там. И три человека подписались. Либо вы должны у родственников получить согласие, они пишут, что они согласны на операцию. Вот тогда, пожалуйста, вперёд. Вперёд. А так нет. Сейчас всё делается с согласия, даже инъекции. Всё согласие. Всё остальное может преследоваться по закону, если сделан и больной помер. Если нет согласия больного, нет согласия родственника, нет подписи тройки под решением от оперативного лечения или другого воздействия. Поехали с вами. Травмы носа и околоносовых пазух. Смотрите. Наиболее частое повреждение человеческого тела. И характер повреждения определяется величиной действующей силы. Смотрите. Её направление и самое главное. Что это за предмет? Кирпич либо острый нож либо это игла. Вы поняли, да? Травмирующий предмет это будет величина. Травмирующая ткань лица легко подвергается инфицированию. Видите? Предмет величина действующей силы. Смотрите. Самое главное вы должны помнить что инфицирование то вы должны обязательно всё обработать. Чтобы не образовались инфицирования нагноения гематом лимоны тромбозы могут быть. И вы должны помнить всё-таки одно маленькое маленькое добавление. Вы будете со временем хорошими хирургами имея высшую категорию неизвестно как там категории складутся как я но всё равно большой 20-летний опыт например все говорят о идём к нему и вы скажете да сделаем но не спросите у больного а как у вас заживает некогда вам было да посмотрели всю травму сделаем и вы твоему товарищу коллеге который попросил вас сделать скажет мы всё сделаем нормально а у него нагнаивается рубец образуется килоидный и он скажет да что же ты так оказывается он не спросил у больного который будет оперировать всего лишь это занимает 10 секунд ну минута я хочу вам сказать и на занятии я всё время с вами говорил имеет значение не только исследование инструментальное но жалобы помните и анамнез и анамнезу американские врачи уделяют половину своего времени вы поняли да а то мы рываемся пришли к терапевту он посмотрел постучал спросил и полчаса работает на компьютере сейчас что ж это за доктор так ничего не говорит да у меня зубы вот тебе всё и лечись приходи через неделю а больной хочет чтобы ему рассказали потому что вы проходя про педевти там было сказано что врачи раньше лечили слово и больной может выздороветь если вы ему объясните и всё скажете и скажете всё будет нормально вот тогда как только вы ему да у тебя я не знаю что будет и всё и у него точно что-то получится вы поняли поэтому это доктор который должен вселить уверенность в больного и он будет выздоравливать часто очень много психических заболеваний нейрологических вы с этим всё столкнетесь смотрите теперь дальше последнее нестрельное ранение вызывает более опасное повреждение помним сейчас какая пуля разрывная вводит маленькое отверстие а выходной она всё разворачивает то есть пуля вот так вот вертится то есть мы должны об этом помнить посмотрели дырочку так переверните его обратной стороной и посмотрите что же там будет будет о они так глянули на нос там маленькая дырочка а что там черепи с задней стороны это тихий ужас они сопровождаются видите ранением прилегающих областей требующих участие в лечении смежных специалистов смотрите неарстрельных характером могут быть закрытым и открытым помните об этом если нет никакой там ссадины ничего закрытые как только небольшое остальное не проникает еще совсем мягкие ткани туда и нет не проникая нет перелома костей носа но это уже открытое запоминайте пожалуйста тупые могут травмы наружного носа лобной области смотрите решетчатые кости это очень опасно потому что рядом особенно иклиновидная кость что там рядом рядом полость черепа помните гипофиз турецкое седло это все вместе там идут нервы которые проникают в полость черепа поэтому пожалуйста теперь сейчас у нас диагностика мы сейчас с вами поговорим есть очень хорошая и мы четко можем сказать что да там имеется повреждение решетчатые седовидные пластинки тем более помните а иногда оперирующий таллинголог лялякает как говорим мы а говорим правильно разговаривает с медсестрой а посторонняя во время операции и инструментом небрежно работает в носу и травмирует световидную пластинку и влазит в полость черепа и возникает к сожалению потом менингит от одной небрежности поэтому что он небрежно работал оперировал это не машина где отрезал приварил здесь нужно четко решить все делать аккуратно все чтобы мы ничего не повредили не нанесли вред больному а тем более то что может привести к летальному исходу лечение но первое перед лечением конечно это диагностика сейчас давайте посмотрим есть она у нас здесь или нет нету и вот теперь мы с вами первое перед тем как начать лечение мы с вами должны сделать раньше делали рентген сейчас цифровая рентгенография а теперь КТ сто процентов помните врач будущий хирург терапевт или же лор тем более будущее вы должны обязательно если есть крепитация то есть подозрение на перелом костей носа который вы напишите а может и не быть крепитацией отек просто но в анамнезе есть травма он прошел на другой день а другой день отек отек о вы должны сделать рентгенографию костей носа и запоминайте пожалуйста если вы написали в амбулаторной карте либо в стационарной карте в истории болезни у больного перелом костей носа но не приложили данные рентгенографии с описанием врачом рентгенологом судебно они не признаются сегодня приходит жена вместе с мужем и говорит да мы никуда жаловаться не будем сосед да он ударил он пьяный был он извиняется а другой день у него такой нос а почему потому что оптимальным использованием репозиции костей носа видите репозиция с фиксацией а почему фиксацией а потому что мы сделали репозицию сделали переднюю тампанаду а другой говорит а черта мы будем делать я ему спокойно взял поднял в бок как положено и все сказал живи дыши носом а у него они опять запали то есть должна быть фиксация обязательно репозиция поэтому очень много различных повязок и даже такие которые особенно на западе внутри имеется трубка для того чтобы дышать носом то есть комфортно было а так он должен через 7 дней только начинается репозиция костей носа начинается а через 3 недели она заканчивает и представляете через 3 недели а у вас западет нос и вот смотрите первые 5 часов оптимальные сроки а потом через 5 дней а почему потому что начинается отек который я только что вам говорил и через сутки приходит больной и говорит я подал в суд ну и хорошо говорит доктор подал подал а что ты подал а жена сказала ты посмотри на себя пусть он ответит он хороший человек ну пусть ответит пусть платит лекарь это судебное дело но вы свои карточки рентген не приложили да да было что то они послушали да сказал да хорошо и ничего открывает этот ваш прокурор судьей и смотрит что нема никакого рентгена никакого рентгена нема никакого перелома костей носа нет хотя вы подали на травму тяжелую с переломом костей носа и вот тут начинается с одной стороны вас долбает ваше руководство что же вы сделали есть положено анализ крови рентген легкий как положено рентген костей носа сделать нужно нужно кроме ВИЧа и там всего РВ где оно у вас нет если больной у него на наицах мы только что сказали легематом образуется или еще хуже всего еще возникнет какой-то менингит от этого менингит от травмы и больной помрет вот тогда вам будет очень здорово и вы будете не знать где рвать эти волосы на каком месте это связано со развития выраженного отека видите окружающая ткань затрудняющая определение правильного распоряжения надо больше чуть-чуть сделать а вы меньше сделали а потом через три недели больной приходит слушай доктор у меня кривой нос спинка вот смотри ты же мне сделал я говорил что все будет нормально оно ушло вы поняли да должна быть репозиция обязательно с фиксацией и вовремя проходит пять дней пожалуйста делайте если отек он пришел на другой день либо до пяти часов поехали с вами дальше носовые коротчения смотрите это симптом местного подрождения носа местного повреждения или общего заболевания я хочу вам сказать что в МКБ-10 нема такого вы поняли это осложнение симптомы 3% от общего числа госпитализированных в уровне мы сейчас скажем какие же больные подлежат госпитализации причины местные и общие обязательно для того чтобы лечить кровотечение нужно в течение часа определить причину носового кровотечения и тогда вы грамотно будете лечить четко хорошо и нормально и поэтому всегда на своих практических занятиях я спрашиваю студентов что же в течение часа нужно сделать и вот мы сейчас с вами поговорим об этом в течение дежурный доктор когда привозят к нему больного с носовым кровотечением в течение часа или на другой день сейчас все поговорим смотрите местные травмы носа есть мы только что не говорили тяжелое повышение скелет слизистой носа может быть конечно любят многое ковыряться носу обязательно корочки и чаще всего носовые корочения в области лёкус кисельбахии вот эти расширенные сосуды передних отделах носовой перегородки прямо перед ней вы видите расширенные сосуды различные хирургические вмешательства опухоли то и злокачественные доброкачественные а язвы конечно изъязвление сифилис и туберкулез помните язвы разные бывали могут быть не сифилис туберкулез могут быть но в основном это сифилис туберкулез и как только вы определили остановили кровотечение а потом решаете какая же причина о местная есть а может у него еще что-то там такое и начинаете говорить больного поди сдай пожалуйста на РВ сделай мазок обязательно на туберкулез делаем делаем а то манту надо сделать конечно надо сделать манту о а то еще кусочек язвы нужно будет откусить потихонечку когда кровотечение кончится обязательно потому что биопсия это важно все поставить на свои места и притуберкулезы рентген легкий поехали с вами дальше общие и на первом месте гипертоническая болезнь опухоли конечно на первом месте все кричат сейчас да опухоли прут кругом но это местная причина а общая причина на первом месте это гипертоническая болезнь повышения нефросклероз который тоже ведет к гипертонии а на втором месте это конечно нарушение свертывающей системы помните об этом то что нам нужно в течение первого часа вот вам две причины и нужно обязательно и давление померить и крово определить в течение часа вам дадут свертываться тромбоциты все дадут но всегда помните что есть такие заболевания которые называются врожденная гемофилия атром пурпура такая называемая эморрагическая тромбоцитания болезнь вергофа помните всегда капилляротоксикоз болезнь ослера и не выпускайте что могут быть заболевания крови типа ликоза особенно острые ликозы которые вызывают нарушение всех ростков в том числе и нарушение свертывания кровотворения это понятно теперь смотрите отсутствие витаминов С помним мы да конечно когда скучность была и чем там лечили цингу различную витаминозы хуй варили да отвары давали там о векарные заместительные а вот шестое очень интересное изменение тросферного давления меня метеопата у нас много и все говорят это основ крымо тут все время меняется давление голова то болит то не болит то начинает повышаться давление начинается кровотечение из места только что мы сказали самого главного люкус сосуду люкус кисельбахи и слизистый нос но я хочу вам сказать что в средней полосе то же самое они говорят поедем в среднюю полосу там давление всегда нормально все будем жить хорошо я хочу вам сказать что мы просмотрели этот вопрос и пришли к выводу что в средней полосе тоже люди старшего возраста пожилого резко реагируют на изменение атмосферного давления люди старше 60 лет и пожилые а не только в Крыму где четко меняется давление то говорят Крыму Крыму благодатный климат мы будем с вами говорить что дает благодатный климат на практическом занятии обязательно седьмое физическое перенапряжение помните об этом кровит и вы нам спросили он говорит я неделю работал строил и вот сегодня побежала кровь да и давление поднялось перенапряжение поехали с вами дальше локализация смотрите может с передних водилов да чаще всего из лёгровской сельбар задних может да почему оно бывает часто выше средней носовой раковины почему там артерия от майдалис помните об этом и заднее кровотечение наиболее опасное почему мы сейчас будем говорить как остановить вот прижал просто пальцами нос если переднее кровотечение остановили его сейчас будем говорить как останавливать а заднее оно течёт в носоглотку и больной не может его остановить к сожалению к сожалению а пока скорая приедет в течение получаса у него истечёт море крови мы сейчас спажем по степенях тяжести от величины кровопотери может быть спазух может при травме то что носоглотки может быть да там имеется опухоль ли мы с вами эту лекцию выкинули к сожалению была очень хорошая лекция опухоли и опухоли есть до 22 лет вы должны помнить юношеская антиофибром она по сути доброкачественная потому что доброкачественная гистологически но у него нехорошее сильнейшее профузное кровотечение а второе она прорастает полость черепа как только она прорастала полость черепа то с ней бороться очень тяжело начинается сильнейшее кручение никакая операция не поможет а вот если она еще не проросла полость черепа мы часто оперируем эти лечим и они выздоравливают и районный наш студент который стал потом районным хирургом бахчисарая у него 22 года кончились этносыргом мы лечили очень хорошо он закончил мединститут он студентом начали с кровотечения и поехал бахчисарай стал очень хорошим хирургом районным очень все шли к нему и умер он совсем от другого совсем от другого 56 лет то есть пережил вот такое вот а умер вы понимаете ну я не буду говорить о чем все сейчас говорят ковид 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 он от ковида умер к сожалению оперируя заразился всего-навсего непривитой и к сожалению имея вот такую наследственность тяжелую конечно перенес тяжело очень тяжело перенес к сожалению летально закончилось все изнутри черепных есть есть из сосудов твердой мозговой оболочки при переломе вот этой решетчатой пластинки да может быть может быть видите какие носовые кровотечения поэтому осторожней цветовидную пластинку трогайте когда работаете там клиника выделяет однократные вот сегодня закровило да это однократные а если повторяется особенно через неделю через месяц рецидивирующие а привычные это те которые часто заместительные и привыкают вот это типа чего месячных типа месячных только там они месячные с другого места а бывает из носа бежит та же кровь раз минуту побежала и остановилась о как хорошо сразу легко стало вышла дурная кровь больные смеются понимаете а это нехорошо потому что мы сейчас вам скажем что кровь людская не водится когда будем говорить о лечении смотрите однократный можно смотреть при консервативном лечении рецидивирующие повторяющие требующие лечения условия ложь стационара обязательно в стационаре на жилище и может быть сделать ангиографию и эмболизацию сделать конечно рецидивирующие пожалуйста будущее терапевты помните об этом больной говорит у меня повторяется кровотчением обязательно направьте его к лору потому что он может быть не поедет неделю и где-то дома помрет а вы запишите что он направлен к лору а он не пошел к нему потому что запись к лору сейчас говорят семь дней постоял он в очереди ушел о ушел но лучше всего как это сделать в данном случае провинции кровотечения врач терапевт берет медсестре дает этого больного руки с карточкой и посылает его и приводит его к лору и говорит вот у него уже дважды повторились сильные носовые кровотечения пожалуйста вот тогда мы скажем и никто не бросит вам упрек и никакой камень что вы не помогли а не то что записали и все иди мы карточку передадим иди вот тогда и говорят сейчас медицина разве это медицина и начинает это делать поэтому пожалуйста делайте так чтобы о том никто не мог сказать а тем более не могли придраться к вам либо судебные инстанции но перед ними конечно ваше руководство главный врач или зал поликлиника да они начнут с этого с вас привычное мы с вами сказали и переходим дальше вот неотложное мероприятие смотрите какие мы с вами должны тяжкость кровопотерия обязательно обязательно оценку сказать какая же степень в одних учебниках говорят 100 потерял это легкая степень другие пишут 700 другие пишут средняя степень это полтора другие пишут 2 литра потерять понимаете нужно оценить больному плохо о у него нет давления так даже легкая степень кровопотери может быть а другой потерял массу крови и нормально как огурчик бегает как мы говорим второе определение источника ручения обязательно то есть мы делаем рыноскопию переднюю если можно сделаем заднюю но обязательно делаем аномизацию слизистой чтобы увидеть а может это средних отделов как мы только что сказали из клеток из решетчатых артерий может переходит в задние отделы о почему потому что заднюю мы не можем но иногда мы не можем сделать аномизацию а дальше идет остановка кровотечения почему мы должны с вами остановить носовое кровотечение вы скажете в 16 веке в 14-м 15-м даже цурульники делали кровопускание говорят пускали дурную кров но не пишут что многие больные помирали после этого и вы должны помнить что кров людская не водится а не то чтобы она лилась ее надо остановить а потом пожалуйста много ее повышенный гемоглобин это одно лечение обязательно с гематологом будете лечить если у него большой но мы с вами в течение часа должны сейчас минуточку есть ли у нас здесь диагностика есть сейчас мы с вами поговорим значит определение объема необходимо четвертой эмостатической этипо-генической терапии обязательно решаем но для этого мы должны решить причину и состояние вот это все и есть диагностика только что сказали переднее заднее можем давление надо измерить 100% в течение часа на течение часа переднее заднее резко песни можно переднее 100% а заднее резко песни можем то сделать что орорина фарингоскопию правильно называется так мы с вами на занятии будем говорить и говорили потому что назвать ее фарингоскопией или мезофарингоскопией как в учебниках можно но сейчас так не называют потому что вы будете смотреть полость рта а если смотрите полость рта то это называется орорина фарингоскопия потом глотку есть измерили давление измерили потом а переднее закончили сделали фарингоскопию для чего кровь стекает по задней стенке видим что есть задник вперед не стекает а сзади стекает третье это развернутый анализ крови непростой анализ крови а развернутые лечения часа вам дадут свертывай сразу могут дать только помним что она различных авторов различная левая так кого там есть но мы должны обязательно определить содержание тромбоцитов четко и третье это гематокрит сердность крови определили тромбоциты определили гематокрит а на чертовы скажете Александр Васильевич нам нужен гематокрит а на гематокрит это соотношение плазменных элементов и клеточных элементов и мы с вами больной говорит я уже неделю кровлю а он ничего не кушает и не пьет мы ему определяем гематокрит а у него повышенный он о а для чего это гормонизма или низкий а для чего а потому что параллельно с гематокритом нам дадут развернутый анализ крови и в нем нормальный гемоглобин 120 у женщин 140 у мужчин вы скажете ну и что ж нормально кровь а он же не пил ничего но гематокрит нам подскажет это неправильное показание нам нужно обязательно больного наводнить кроме той терапии гемата о которой мы сейчас будем говорить которую терапию будем проводить обязательно мы должны с вами наводнить человека потому что запределив завтра общий анализ крови у него гемоглобин будет ниже 70 по новому положению если выше 70 гемоглобин мы никаких препаратов крови не переливаем ниже да переливаем и массу тромбоцитарную переливаем только когда ниже 70 а будем что-нибудь переливать конечно будем переливать ему свежезамороженную плазму для чего когда будет 70 или 80 гемоглобин уже стимулировать гемоглобин побыстрее побыстрее его стимулировать с вами одногруппную плазму переливаем свежезамороженную размораживаем там резуса нема и делаем все это а если переливаем кровь конечно еще резус определяем поехали дальше четвертая рентгенография костей носа запомните это пожалуйста и где бы не были в России в Украине в Европе в Америке в Африке во всем мире все лаборанты рентген понимают если доктор напишет рентгенография костей носа боковой проекции а то напишите рентген костей носа ну и сделает он вам прямой проекцией а что это будет ничего а в боковой мы все увидим у нас же в СССР и в странах СНГ продолжат оставаться фамилия Земцова но Украина первая начала она выбрасывает все фамилии всех и Коха и всех выбрасывает все которые методики делали раньше все бациллы которые назывались как-то по автору все выбрасывают фамилии Украина она первая начала да мы пока еще не выбрасываем есть и там будет рентгенография костей носа и ваша рентгенография спокойненько в боковой проекции вы сюда добавите сделает вам снимок если есть перелом вы четко его увидите последнее пятое то что я вам говорил ангиография наружной сонной артерии можно и внутренней сделать конечно но эмболизацию конечно мы всегда делаем наружу стараемся или же при внутренней если есть разрыв ее понимаете очень осторожно относиться к внутренней сонной артерии особенно если это с двух сторон это же питание мозга питание помните об этом эмболизация делается и вот теперь лечение тяжелый доктор лор а может терапевт хирург может это сделать все почему потому что согласно уголовному кодексу неоказание помощи в экстренном положении то есть оказание экстремном когда стеноза гортани например носовые кровотечения уголовно наказание запомните вы скажете я всю жизнь главный врач никогда не делал они скажут вы на чертом курсе учились учился вам показывали как это показывали все мне было очень приятно когда привезли больного из САК дежурный хирург выполняя заднюю тампонаду провел эти лигатуры через нос через обе половины мы через одну проводим а он провел через две молодец понимаете мы улыбались мы все ходили и смотрели обязательно лигатуры проводятся через одной с половиной носа этот задний тампон становится в носоглотку сейчас мы придем поговорим немножко ниже смотрите сидячее положение больного можно тампон нос с трехпроцентной пик с трехпроцентной не перегидролию только а с трехпроцентной не с девяти которую разводим там используют часто трехпроцентной чтобы ожога не было поставили в нос или с чем с адреналином да то адреналином можно поставить маточку прижали передний он остановился кровотечения раньше был очень хороший раствор вагатила сейчас не пропускают они и поэтому и ляписа нет они говорят он дешево стоит а раньше этим вагатилом точно проррегали место кровотечения раз а гинекологи тушировали вагатилом рануляции матки да и влагалище обязательно очень хорошо было все дело только под контролем приноскопили вагинального зеркала смотрите инфильтрация кровотечения сосуда видите написано 1% раствором новокаина и это написано из учебника но я хочу вам сказать мы всегда берем и всегда при инфильтрационной анестезии запоминать делается 0,5% раствор новокаина ликдокаина а вот если вы начинаете удалять зуб да вы можете взять 2% ликдокаин и кубик ввести кубик а здесь мы ведем 2,3 может и 5 иногда ведем это создается депо но туда мы всегда добавляем пол кубика 0,1% раствора адреналий зачем он сосудосуд он сжимает сосуд и плюс сдавляет со всех сторон новокаин короче заканчивается тромбируется в течение суток в течение суток действует отличнейше но это если есть точное кровотечение если же при этом имеется повышенное давление никакая инфильтрация не помогает хоть влейте туда 10-20 кубиков он пробивает все это при повышенном давлении не помогает ничего передняя тамбоната из передних отделов так запомнили показаниям продолжающаяся терапия несмотря на проводимую терапию медикаментозную и местную есть у нас сейчас мы медикаментозной тоже поговорим делается передняя тампонада и тампон для передних так и называется тампон для передних тампонатов только начинают говорить ой так там разный тампончик вставляют тампон для передних тампонатов длиной 70 сантиметров шириной 4 сантиметра что делает скорая скорая вводит такие же тампоны но шириной 1 сантиметр слепую они вводят мы же утренгологи вводим под контролем носового зеркала видим куда вставлять после этого обязательно поставили носоводку туда ничего не течет очень хорошо вперед ничего не течет поставили прощевидную повязку сказал Александр Васильевич а на черта тампон стоит кручения нет вы жуете кушаете раз двигаетесь тампон вываливается с носа проживания раз сукровица потекает все равно и передняя тампон надо стоит обязательно не так как в книжках она стоит сутки она должна стоять трое суток запомните это все затрамбироваться а так удалили переднюю тампон и опять кручения участок круточащий не затрамбировался трое суток трое передняя тампонада есть поставили прощевидную такая ставится впереди проща сами будете ее делать она поддерживает тампоны как только она пропиталась кровью просто ее сняли отвязали сзади она сзади завязывается обязательно сняли поменяли и все тампон стоит никакого удаления тампонада не надо задняя тампонада это неэффективность передняя стекает кровь сзади или кровотечение задних отделов о и вы должны помнить что задняя это задняя плюс передняя вы берете тампон для задней тампонады он имеется обязательно в скорой помощи в приемном покое а без 100% обязательно есть в нем имеется вот такой тючочек который тючочек хорошо тючочек который который имеет размер два пальца больших сложив вместе больного это размер носоглубки вы сворачиваете тампон для передней панаты делаете такой тючочек перевязывая накрест и два оставляете конца а два это через нос мы с вами говорили он проводится и затем вы дополняете плотно прижимается к носоглубке к ручей нет дополняется передняя тампонада а в это время ваш помощник или медсестра туго натягивает передний там зад этого лигатуры для чего для того чтобы тампон плотно прижимался к носоглубке если он отойдет на миллиметр к ручей не будет продолжаться носоглубку не будет эффективности после этого поставили якорь на передний отдел носа и завязали без якоря тампон опять провалится запомнили якорь а потом проще видно повязку два конца которые болтаются пол из рта вывели здесь приклеили к щеке они нужны вам для того чтобы потом удалить тампонат вы поняли да и стоит иногда 3-5 суток запомнили да 3-5 суток сейчас мы поговорим обе деконтозной терапии восьмое это перевязка наружных сонных артерий мы с вами на хирургии должны учить но я хочу вам сказать к сожалению мы оставили этот метод почему а потому что вы будете проходить на первом занятии анатомию физиологии методы исследования носа околоносовых пазов и там вы увидите что кровоснабжение носа очень отличное очень отличное и поэтому можно пришить кончик носа и мы поговорим на занятии можно ли нам пришить кончик носа чтобы он прижился или нет оперирующему хирургу или лорочу с 20-летним спажем с высшей категории и мы с вами должны помнить что раз руки ноги пришивают но эти операции длятся 6-7 часов в той сутки почему потому что мы должны сшить сосуды микрососудистые хирурги под микроскопом шивают если питание не будет восстановлено вы скажете я тебе сейчас прищу он попросил тебя сейчас я вам прищу не волнуйтесь пожалуйста будет как новый вы скажете я любыми швами шью косметически какие хотите пришил питал ему зеркало он посмотрел да прелесть отлично а через день нос начинает манифицироваться почему нет питания поэтому вы сделайте то что пока еще нельзя сделать мы все знаем что наши руководители нашего государственной думы наши республики крыма если им плохо самолетом отправляют в москву вот и вы а сейчас есть такое последнее постановление мз республики крыма мз россии программа такая об том чтобы кругом была связь и вы можете оперировать начинать где-то там в Нижнегорске а по связи пригласить хирурга вы сейчас начинаете хирурга который лежит пацаны авиации из Симферополя и он вам на мониторе покажет как что надо сделать либо прочитали что в таком-то учреждении москвы а сколько же у вас времени а мы проходя над этим курсом хирургии помним что у нас с вами что нет пока не нагноиться 24 часа первичное швы мы можем наложить 24 часа у нас есть а уже когда будет 48 часов то видите помните мы говорили будет нагноение а тем более двое суток трое нагноение о и уже нос не прыщем мы с вами да уже потом не прыщем к сожалению а сейчас позвонили в Питер в Москву да они созвонились с нашими летчиками и его самолетом быстро отправили туда быстро отправили туда с носом кончиком отрезанным или откушенным а почему откушенным я потому что в 70-е годы чтобы доказать что он в драке сильней он еще и поиздеваясь откусывал кончик носа в 90-е годах Тайсон сказали откусил ухо мы решили прочитать что же Тайсон сделал оказалось он откусил его в Америке такое бы сделали пожизненное наверное что он не рассчитался он откусил бы ухо самый соперник он надкусил надкусил а что начали делать наши бандиты когда им стали говорить что нос пришивает он проживается они выплевывали его в туалет что вы должны сделать помыть нос кончик этот отрезанный или отрубленный откушенный обложить его холодом и вместе с больным отправить туда то есть правильно все сделать чтобы пошла имплантация нормально нормально прошла она и вовремя а там уже как вот показывают в фильмах его уже ждут на носилках быстро в операционную да почему сейчас многое не делается так экстренно а потому что боятся спида чего еще боятся ВИЧ боятся да боятся конечно боятся ВИЧ чего еще боятся ковида сейчас боятся конечно но оперирующий хирург сделал экстренный тест когда мы работаем с кровью мы работаем со спидом четко переливаем либо оперировано брюшной полости либо оперировано соли в лодке где бы не было мы должны помнить и работать так что думать вот тут либо спид а может и ковид вы поняли да обязательно больной не имеют права говорить по закону а так бы сказал у меня ковид у меня ВИЧ скажи оперирующий пусть он защитится он же тоже человек а иногда больные ВИЧ боятся это сказать потому что их не будут оперировать в многих клиниках скажут езжай туда вот там тебя прооперируют там тебя прооперируют или ковид все оделись маски все вперед спид оделись все и работаем и время есть до 24 часов прошиваем кончик носа и он проживается либо если имеется носовое кровотечение сильное сильное короче мы только что сказали мы делаем с вами ангиографию находим кровоточащие разрывное место и вводим туда эмбол что я хочу сейчас сказать когда в областной больнице Симашко был один доктор он делал на другой кровоточение продолжалось то есть нить а сейчас у нас конечно они говорят мы сделали стоит тампонада пожалуйста там очень хорошие врачи которые делают эмболизацию и те которые делают ангиографию но тампонада удалите будет кровоточение давайте делать но не сразу же как первый день а то сделали эмболизацию удаляем тампон если кровить не будет все можно отпускать его через двадцать домой нет постояла как положено тампонада передняя три другая пять после этого удалили ее нет кровотечения тогда вы можете отправлять больного домой пожалуйста это эмболизация это удаление передней задней тампонады не забывайте о холоде на нос не забывайте пожалуйста при любой операции или кровотечении приложите холод на нос пошли с вами дальше о медикаментозная терапия интересно очень очень интересно очень интересно и смотрите с вами на первом месте значит мы с вами в течение часа определили что это ковление гипертонической болезни крыс кровь льется тампонаду сделали и вперед начинаем но свертываемость определяем тромбоциты может быть две причины общие может быть может быть не забывайте об этом может свертываемость нарушена а больной всего-навсего болеет ОРЗ и в него пожалуй человек который на фоне гипертонической болезни он принимал не мисулит или раньше говорили принимал найс а все они сироидны к сожалению если принимать их пять дней у них пагубное одно влияние они вызывают кровотечение к сожалению тот же ваш аспирин хотя весь запад пьет аспирин но он очищенный мы же пьем тоже аспирин на 0.15 да аспикард конечно будут у нас очищенные у пса пожалуйста бросил эту таблетку с водичкой выпил и все коагулянты студенты говорят анти коагулянты нет анти коагулянты когда тромбоз а здесь наоборот надо свертывать и аминокапроновая кислота на первом месте стоит процент аминокапроновая у нас единственное что мы должны выводить медленно можно капельно можно капельно но если шприцами вводим медленно потому что иногда бывает реакция аллергическая даже шок этом зелат натрия помните все до начали на капрону вводится внутривенно поможем ее в тампон то и когда вы на занятиях приходите вы говорите ставим тампонату переднюю с маслом а зачем с маслом у кого будем удалять вы же говорите через трое суток это все не будем отрывать тромбы нет тампоны ставится не с маслом подсолнечном а с подсолнечным маслом стану ставится при атрофическом рините вот тогда пожалуйста стать про стерилизованная обычная которую магазинах продается масло пожалуйста период поставили при атрофическом коров не образовалась которого вы начинаете с пальцем сдирать начинается кровотечение аминокопрованную кислоту можно поставить можно чем только что мы говорили по трехпроцентной перекись обязательно трехпроцентная перекись вяжущая есть колоргол но лучше всего трехпроцентный проторгол поршоколаргол сильно вяжущие средства трехпроцентный проторгол это любят делать стоматологи именно челюстно лицевые хирурги они забрали у нас но с травмой ну мы сейчас отдали им но все нельзя отдавать отдали и народное тело пищевода мы сейчас немножко поговорим о народных телах пищевода дальше 12 с половиной там зелат натриан вводится и внутримышечная внутривенно и в таблетках есть не спешим даем таблетках или же внутримышечно вводим 2 кубика если же спешим то вводим внутривенно вы скажете 1 процентный викорсола александр васильевич он через 2-4 часа начинает действовать да но тампаната стоит трое суток и вы спокойненько каждый день делаете кубик 1 процентов викорсола он действует накапливается хлорид кальция и когда мы на лекции говорили с вами о стенозе мы с вами говорили хлорид кальция внутривенно не вводите 3 стадии стеноза почему внутримышечно не вводится только внутривенно а чего в 3 стадии его не хотели вводить а потому что больной мы как сказали с вами что он делает он он дергается он мечется что врач кричит медсестры делай немедленно сейчас инструментов нема как мы ему коникотомию сделаем и трахотомию даже не сделаем давай вводи ему хлорид кальций у медсестры дрожат руки а доктор сказал и ушел он не должен уходить должен проверить как делается все это медсестры руки дрожат и попала на куда и ткани подкожным мимо сосуд неутривенно и не сказала врачу и он не заметил он же ушел а что она должна немедленно сделать обколоть это кровоточащее место и обычным новокаином оказывается полпроцентным новокаином колоть надо всего-навсего антидот всего-навсего то он начинает думать что ж такое хлоридокальций из нас сделать всего-навсего обколоть это место если не успеет в течение получаса начинается там некроз и на следующий день сестре попадет но главное попадет вам вы назначили вы должны проконтролировать вы тоже будете виноваты а если она еще подаст суд больной все уголовное дело я не пугают я просто контакт констатирую вам и главное помогаю вашей жизни чтобы вы делали так как надо как надо вы доктор доктор и доктор должен быть большой буквы пошли дальше препараты крови можем можем и только что не говорили аналитики надо надо почему надо стоит тампон передние задние сил видите больного который стоит заднего отказываться от пищи от всего обезболивающих сетативное надо надо обязательно обязательно больного успокоить надо только что он метался тут стоит тампонада он думает опять будет кровить или же бы удалять ее опять делаем сетативное остался к сожалению один себазон один все остальное наркоманы пожрали один себазон пожалуйста введите и мы с вами говорили и при стынозе гортани тоже надо водить себазон обязательно но себазон водить не внутривенно здесь вы можете себазон ввести внутримышленное внутривенно при носовом крючение при стынозе нет если нет рядом реанимации почему потому что в третьей стадии вы вводите стыноза вводите себазон внутривенно он на игле успокаивается улыбается и переходит в четвертую стадию асфиксии улыбаясь где уже надо делать коникотомию а не вводить медикаментозно при стынозе гортани внутривенная терапия вся вводится но только в начале как только начинается середина либо тем более переход готовится к четвертую стадию только трахеотомия третий стадии это классическое показание а асфиксия это классическое показание коникотомии шестое пошли антибиотик и не пероз а парантерально потому что больные мы сказали отказываются от приема пищи тем более таблеток еще чего вот делаем парантераль можно еще как капать на тампоны капать на тампоны осложнение смотрите какие осложнения бывают синуситки может быть верхняя секция может продавили тампон поставили крепкий может гематома и абсцесс возникнут даже перфорация и некроз слезистой оболочки через меры давления может деформация наружу носа может быть с переломом когда вы сильно сделали не надо такое она будет стоять до делается так чтобы не было кровотечения не было и то же время сохранились структуры структуры хорошо носа наружу что я хочу вам сказать когда стоял вопрос о репозиции если имеется бессознательное состояние обычно репозиции должна делаться через пять суток правильно же бессознательное состояние мы написали что котёк спадет все это дело но если имеется носовое кровотечение то вы сразу делаете его больного бессознательного состояния сразу делаете зачем же ему дважды и через пять дней опять повторять когда удалите переднюю тампонаду вы делаете переднюю тампонаду сразу делаете хак и позиции этой же тампонады устанавливать и стоят тампонов очень хорошо пять суток но у нас будет вопрос стоять о трахеостомии когда же она делается трахеостомия помните мы с вами говорили что есть показания всегда без показания без подписи согласие больного родственников или трех делать нельзя и всегда на занятии и на лекциях всегда говорю что есть всегда три симптома ведущих чтобы подумать что дополнить тогда поставить диана сначала предварительные течение суток а потом окончательно и и поэтому всегда обычно есть три опять же ведущих показаний 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 много будет трахеостомия как начали перечисать не надо перечислить есть три показания и вот первое показание это третье стали станут только что сказать так я уже начиная кашлят что лекцию надо кончать говорить я уже не смогу так еще сейчас мы договорим с вами закончим первое это классическое показание немножко тише буду говорить тише говорить буду ближе и буду тише говорить это классические третье показание то есть третья стадия стеноза классическое второе это предотвращение возникновения внутрибольничной пневмонии то это значит при бессознательном состоянии вы сделали больному интубацию обязательно интубацию поставили и больной дышит при бессознательном состоянии но но если вы каждый день и уже он же лежит без сознания раздеты если вы были в реанимации раздеты но это раздеты ерунда без сознания и он не откашивает мокруту который там скапливается отделяем она инфицируется потому что все таки холодно больному как бы он раздет чаще это конечно осенью весной зимой хоть и тепло там вроде бы в помещении но все равно возникает обычно через пять суток внутри воспитальная пневмония больного при проведении искусственной вентиляции легких ему стоит и вл то чтоб она дышала за него сердце работает а легкие не дышит и вл качает качает и вл и анастезиологи которые каждый день чистит эту трубку она очень длинная еще 20 сантиметров торчит выше выше полости рта а потом еще идет вот в арталь потом трахея бронхи 50 сантиметров такая трубка и мы отсасываем 3-5 раз в день и все не можем отсосать перед этим отключаем конечно от аппарата и сразу раз подключили быстро в течение 30 секунд это быстро делается и поэтому на третье сутки мы обязательно делаем трахеотомию чтобы предотвратить третье показание это когда имеется у детей интубация у детей возникает помните ложный круг часто возникает и первая вторая стадия мы лечим консервативно а вот если третья стадия стеноза мы обязательно делаем интубацию через нос детям без разумной манжеткой они дышат нормально а вот если они без сознания без сознания с разумной манжеткой через семь суток для того чтобы предотвратить развитие хронического рубцового стеноза трахеи гортани мы обязательно делаем трахеотомию вот вам три показания к трахеотомии три классическая третья стадия избежать внутри больничной и госпитальной пневмонии при без сознания и то же самое через семь дней после интубации если он в сознании но с разумной манжетка а не через нос мы с вами об этом говорить не будем так а вот несколько слов инородные тела гортани вот это вот чтобы чуть-чуть продолжить то что мы с вами говорили попадают при аспирации а реже через наружной ткани при травме вы поняли да при роте может быть может и когда вы кашляете а у маленьких детей они бегают и в рот берут все что попало и когда засмеялся и вдохнул он может это инородное тело вдохнуть и самое главное то оно при этом может застрять где между складками гортани а почему они застревают между складками гортани этот вопрос мы тоже часто на практическом занятии задаем и вы должны сказать то у гортани в среднем отделе кроме нормального хорошего рефлекса это положительные стороны которые смыкаются голосовые складки и не дают этому народному телу проникнуть под складки и попасть в трахею бронхи есть пагубная отрицательная сторона этого хорошего рефлекса либо не смыкается всенародное тело попало куда ниже в трахею получается оно удаляется и не выскакивает его надо удалять будет только удалять а не ждать пока больной сам выкажет либо он застревает между складками это молниеносная стеноза и мы с вами будем говорить что надо будет сделать есть такой симптом когда вы взяли больного и ударили его по спине выскочило это народное тело раз есть симптом когда вы захватили больного можете поднять его и резко сжали ему легкие и живот и давлением оно выскакивает помните об этом либо нужно сделать коникотомию к сожалению коникотомию у нас с вами мы сказали всего лишь пять минут до необратимых воздействий на головном мозге на коре пять минут всего-навсего а так развивается тайна стадия затруднение ДНГ но чаще это удушье средорозное дыхание бывает шумное все-таки проникает мимо инородного тела чуть-чуть там через миллиметр в нал проникает о четко ясно успеваем можем сделать прямую ариноскопию можем и увидеть и одновременно при этом удалить инородное тело удалить инородное тело если позволяет стадия стеноза если первая вторая мы можем сделать рентген а если третья то нужно делать прямую сразу а если четвертому четко сказали коникотомия никакая кислородная палатка никакое внутривенное ведение гормонов а внутривенное ведение гормонов называется по-другому это внутривенная трахиостомия или безнаживая запомнили внутрь гормоны в начале стеноза в третьей стадии мы сказали можем вводить внутривенно иногда мы вводим их и среди как только переход с третьей в четвертую трахиотомия и в среднем можно трахиотомия если опухоль вторая стадия переходит третью немедленно делать трахиотомию потому что сейчас третья через час может быть четвертая асфиксия удаление видите как специальными щипцами при прямой лярингоскопии или трахиотомия либо коникотомия в зависимости от стадии стенозы все спасибо всего доброго всем до свидания я думаю в жизни вы будете знать можно заключение давайте я вам дам заключение о то о чем я вам говорил современная диагностика лечение многих состояний при различной патологии позволит спасти жизнь больного вы должны всегда это помнить всегда да в жизни может это не случится никогда никогда это очень хорошо но иногда начинается носовое кручение начинается стеноз гортани и вы должны помочь больному обязательно помочь спасти ему жизнь обязательно спасти ему что делают еще последнее чтобы неотложен состояние закончить полностью что делают полицейские америки но не делают полицейские наши и не делают наши стюардесс не умеют мы подошли к этому к концу восьмидесятых годов потом начался этот бардак по-другому его назвать нельзя по-другому его назвать нельзя если б кровь не лилась кругом от этого этого распада Китай не распадается Америка не хочет вот что б не распаться на отдельные штаты и он не хочет в советском союзе не надо было отличнейшая медицина была да мало было медицинской техники мало было не того высокого уровня но уровень подготовки врачей подготовки населения к оказанию доврачебной помощи был высокий помните об этом читая лекции и вот что делают полицейские мира то есть в Америке извините всегда кричат что делают русские полицейские шину могут наложить могут на совокречение могут могут роды принять нет всегда кричат кто там доктор тут рожает женщина помогите давайте полицейские Америки умеют принимать роды дальше говорят но российские полицейские умеют набить морду вы только посмотрите эти боевики как они набивают морды и как их много судят за то что они применяют оружие только ты вытащил пистолет и он сразу начинает стрелять от этого все начинается погром и кровом то есть они тоже такие же они только российские полицейские умеют бить морды они тоже бьют морду и хорошо бьют показывают они хорошо обученные хорошо обученные многие наши полицейские это не обучено но палки у них есть палки у них есть хорошо поехали последнее что делают полицейские еще в Америке они могут оказать помощь когда имеется стеноз гортани третьей стадии что они делают что они делают они будут делать то что можете вы сделать имеется воздушка помним эту воздушку да здесь воздушка конечно воздушка есть раньше она была длинная а сейчас капельницы воздушка маленькая коротенькая в ней просвет два миллиметра тот диаметр между голосовыми складками которые имеется при третьей стадистой нос и вот эту иглу дюфо на глубину полсантиметра ниже чего персневидного хряща мы вставляем куда в коническую складку это что ж такое коническая связка что это такое это та которая связывает щитовидных хрящ и персневидные и вот в персневидном хряще вот это кольцо вы его можете нащупать и мы вам я своих студентов на шестом занятии обязательно учу сделать пункцию сделать и сделать пункцию вы сможете определив только там где находится перстень и такое углубление и туда на глубину полсантиметра там только тоненькая кожа и коническая связка вы протыкаете на глубину полсантиметра чтобы не проткнуть дальше заднюю стенку не воткнуться в пищевод и больной дышит как в третьей стадии третьей стадии стадии и вы довозите его полуроделения где ему делают нормальную трахеотомию как и пусть и коникотомия спасибо всем всего самого доброго до свидания и за новое которое проектирую Продолжение следует... Продолжение следует...